День добрый, друзья, читатели и зрители Спорт.юа. Меня зовут Татьяна Ящука, а у нас сегодня в гостях один из самых авторитетных людей в нашем футболе, ныне президент Федерации футбола города Киева, Игорь Николаевич Кочетов. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Здравствуйте. Мы начинаем с того, что наш гость говорит приветственное слово болельщикам футбола, болельщикам спорта. Вот что бы сейчас хотелось сказать? Я хотел бы поблагодарить в первую очередь редакцию за то, что пригласили меня на данную веб-конференцию и пожелать болельщикам футбола, в первую очередь, конечно, те, которые знают о моей работе, поддерживают мою работу, но для меня все болельщики футбола это люди, которые сегодня создают фундамент того футбольного действия, которое мы видим на наших аренах, на наших полях, площадках, без которых не обходится ни одно футбольное мероприятие. И даже своим оппонентам я хочу пожелать самое главное – это внутренней убежденности, объективности, справедливости и, конечно же, здоровья. А то, что вы говорите, да, болельщики – фундамент нашего футбола, тем не менее, все мы видели эту тенденцию, что болельщиков на трибунах стадионов, к сожалению, стало меньше. С чем связываете? Вы знаете, здесь много факторов и, естественно, многое зависит от той экономической ситуации, которая в стране, от той политической обстановки. Ну и, естественно, в первую очередь, от того, какой уровень сегодня украинского футбола. Насколько тот или иной клуб показывает на поле свое мастерство, чтобы привлечь этим болельщиков. Насколько этот клуб имеет успехи и как он работает с самими болельщиками – это очень важно. Сегодня мы не можем оставлять в стороне фан-движения, мы не можем не думать о болельщиках, потому что футбол, в первую очередь, для людей, для болельщиков, для истинных любителей. Поэтому болельщики и футбол – это одно целое, которое нельзя разорвать, и та и другая сторона должна заботиться друг о друге. Ну, мы давайте все-таки о той теме, которая, наверное, нас сейчас всех волнует. Вот уже в марте, 6 марта будет тот самый внеочередной конгресс избирательный, собственно, на котором и должен определиться президент Федерации футбола Украины. Вы довольны, что вот случилось так, что все-таки вот уже в марте, не дожидаясь срока окончания полномочий господина Конькова, вот сейчас будет этот конгресс, будем переизбирать. Вы знаете, я думаю, знают все болельщики, что Федерация футбола города Киева была инициатором того, чтобы состоялся досрочный конгресс, и полномочия нынешнего президента ФФУ были прекращены досрочно. Тут, в общем-то, много говорить не нужно, можно критиковать какую-то работу. Бездеятельность критиковать нет смысла. Если ничего нынешний состав не делал для развития украинского футбола, то здесь можно ограничиться одной фразой, что вам пора на выход. Два года было вполне достаточно, чтобы реализовать те декларации, которые Коньков говорил в своих предвыборных выступлениях в разных регионах, встречаясь с коллективными членами, но вместе с тем практически ни одного пункта выполнено не было. И можно какое-то время было терпеть, можно было какое-то время обращаться, взывать и говорить, что делайте хоть что-то для футбола, но вместе с тем ВОЗ оставался и ныне там. И общественность футбольная города Киева высказала свое мнение. И вы знаете, что в течение буквально двух недель более двух третьих коллективных членов поддержали инициативу Федерации футбола города Киева. Собрали мы 36 протоколов. 32 была та цифра, которую мы обязаны были преодолеть. 36, и это говорит о том, что работа или бездеятельность главного футбольного органа страны уже не вызывала ни у кого сомнений, и люди высказали свое мнение. 6 марта, я не сомневаюсь, будет избран новый президент Федерации, и город Киев имеет свое мнение по данному поводу. И мы понимаем, знаем, как закончится Конгресс. У нас нет сомнений. Так, собственно, кого будет поддерживать Федерация футбола города Киева? И вместе с тем уже более 30 коллективных членов поддержали кандидатуру Андрея Васильевича Павелко. Человек, который очень длительное время работает в региональном футболе. Человек, который знает футбол не по картинкам. Который имеет свою программу, свое видение, имеет свои амбиции. И это очень важно. К тому же, знаете, как говорится, и возраст его, и не возраст в Политбюро. То есть, молодой человек с правильным профессиональным уровнем, достаточным, с нужными амбициями. И я считаю, что следующее четырехлетие его каденции пройдет под эгидой развития, в первую очередь, регионального футбола. И основа основ футбола будет поднята на тот необходимый уровень, который, наверное, даст развитие всему, в целом, украинскому футболу. А вы считаете, вот это вот, ну, как мне кажется, несколько даже был такой пиар-ход, когда господин Павелко написал заявление, которое, в принципе, господин Коньков не мог принять, но, тем не менее, так случилось. Он отстранился от бывшей власти уже до этого. Вы знаете, очень много есть домыслов по разной тематике. И то, что касается заявления Павелко, так называемое, что это был пиар-холл, это была абсолютно объективная ситуация, которая сложилась на исполкоме. Я присутствовал на этом исполкоме, и я видел, как развивались события, когда на белое говорилось черное, когда, знаете, говорят, есть такой термин, валять дурака. Так вот, руководители федерации просто валяли дурака, не отвечая на тот или иной конкретный вопрос. Почему не реализовывался проект «Хэт-трик», почему было единолично принято решение без участия руководителя региональных федераций, без решения исполкома деньги направить, например, в другой проект строительства базы в Выжгороде, почему были закуплены такие плохие мечи, почему была сделана экспертиза, и вместе с тем, вопреки этой экспертизе, вы эти мечи пытаетесь раздать региональным федерациям. А мечи-то непригодные, их нельзя давать детям. Даже в руки они имеют ядовитый запах и так далее. И на все эти вопросы, естественно, Коньков ни попов не могли ответить, или уводили тех, кто задавал, в другую сторону. И Павелко, наблюдая за этим, он на исполкоме сказал, что так не может дальше продолжаться. Я не могу работать в коллективе, в том же исполкоме, который сегодня нацелен не на развитие украинского футбола, не для людей, а для каких-то узких целей отдельных руководителей. И он, выйдя с исполкома, написал заявление о выходе, сложении себя полномочий вице-президента. Это была его объективная позиция, которую он начал высказывать на исполкоме, а закончил после, положив Конькову заявление на стол. Поэтому это не был никакой пиар-хода, это было его просто решение после того, что он услышал. Но тем не менее, он же понимал, что Коньков не может единолично подписать заявление. Вы знаете, дело в том, что процесс выхода с той или иной должности начинается должен с заявления. Естественно, только Конгресс мог освободить Павелко от обязанностей вице-президента. Но после того, как Коньков продекларировал, что он его освободил, это говорит о том, что человек даже не знает статут, человек не знает ни одной регламентной нормы. Я не хочу его сегодня, как говорится, критиковать, его дни сочтены, и я уверен, что осталось совсем недолго ждать, когда он уйдет в небытие. Великолепный футболист, великий футболист, но, к сожалению, менеджер никакой. Человек не сложился как менеджер. И до тех пор, пока у нас будут не избирать, а назначать, у нас будет эта ситуация. Может быть, впервые мы выходим на ситуацию, когда президент федерации будет избран. Мы знаем, что уже заявлено... Семь кандидатов. Семь кандидатов. И это очень хорошо. Я с большим уважением отношусь к каждому из них. Безусловно, люди имеют на это право и так далее. И, естественно, каждый должен соизмерять свои возможности, позиции. И, скажем так, не пиариться, а конкретно что-то делать, что-то декларировать, продвигать свои программы, разговаривать с людьми. Но в данном случае у меня есть свое мнение. Я не скрываю, что я в команде Павелка. Я не претендую ни на какие должности. У меня нет амбиций. Мне вполне комфортно работать в городе Киеве. Но я буду помогать ему в любом случае в реализации тех программ, о которых я сегодня знаю. Я скажу, что буквально неделю назад Киев явился инициатором собрать в Киеве представителей тех коллективных членов, которые первыми поддержали нашу инициативу о созыве внеочередного конгресса. Это были руководители региональных федераций, которые нас поддержали. Мы собрались в Киеве. Я пригласил и Павелка, как председателя Днепропетровской федерации футбола. При всех я обратился к нему с вопросом, готовы ли вы? Киев имеет намерение вас выдвинуть, готовы ли вы баллотироваться? И мы хотели бы услышать вашу программу или хотя бы отдельные направления программы. И такой же вопрос интересовал те присутствующие. И Павелка достаточно грамотно представил свое видение. И на сегодняшний день более 30 коллективных членов его выдвинули. Потому что то, что он сегодня нам предъявил, а я думаю, что это вскоре будет в его программе и в открытой печати, и среди делегатов распространено, вполне будет удовлетворять. Здесь нет абсолютно никакого пиара. Здесь нет космических каких-то и воздушных замков. Здесь есть конкретные шаги. В первую очередь по развитию регионального футбола. По развитию массового, детско-юношеского футбола ветеранов. Наверное, все-таки это самое главное. И вместе с тем, естественно, очень важное место будет уделено главной сборной страны и другим направлениям футбола. У нас тут болельщики же вездесущие. Говорят, что кто-то видел, что была встреча. Это вы об этой же самой встрече говорите? Это я об этой встрече говорю, и я читал вопросы, которые задают. Эту встречу инициировала Федерация футбола города Киева. Павел никакого отношения не имел. Я разослал всем приглашение, пригласил в город Киев. Да, мы действительно собрались в гостинице, людей нужно было расселять, их нужно было покормить. И эта встреча проходила в течение трех часов. Она состоялась вечером, а утром уже все разъехались. Вы говорили, что до этого был выбор без выбора. Единственный кандидат господин Коньков, соответственно, он стал президентом. До этого тоже как-то так складывалось. Вы не считаете, что это тоже сейчас несколько выборов без выборов? Потому что господине Павелко говорили еще до Конгресса о том, что он может быть преемником, когда он встречался с господином Платини вместо Конькова. Вы знаете, это все уже было после того, когда Киев инициировал неочередной Конгресс, и Павелко написал свое заявление и так далее. Естественно, Павелко было не безразлично. То есть его мог освободить только Конгресс от обязанностей вице-президента. И когда Павелко узнал о том, что Коньков не приехал в аэропорт встречать Конькова, ну, наверное, это был сигнал для того, что что-то нужно делать. И абсолютно правильно он приехал на эту встречу. Он встречался с Платини. Это была сугубо его инициатива. Это была сугубо его инициатива, потому что если нет инициативы от Федерации футбола Украины, то, наверное, кто-то должен взять. Все-таки он был членом исполкома «Де Юре», и де-факто он оставался вице-президентом. Поэтому абсолютно правильно он поступил и поддержал Федерацию футбола в данном вопросе. Вот на вашей встрече господин Павелко не объяснял, как он собирается совмещать посты главы бюджетного комитета, будучи народным депутатом, а при этом президентом Федерации футбола Украины? Это был один из главных вопросов, которые задавали и так далее. И вместе с тем Павелко ответил, что для него важны оба вопроса. Что он не может сегодня выделить что-то главное, что-то не главное. Он найдет возможность уделять должное внимание Федерации. Вместе с тем он сделал акцент на создание той профессиональной команды, которая будет работать в разных направлениях. И, в общем-то, я считаю, что, вы знаете, до этого руководил Федерацией Григорий Михайлович Суркис, который был и народным депутатом, и вице-президентом УЕФА, и вместе с тем у него всегда хватало времени контролировать, развивать и так далее все направления украинского футбола. Я думаю, что Павелко должен иметь еще больше энергии в силу своего возраста и, наверное, тех амбиций, которые он имеет. И все направления будут в его внимании. А вот его сегодняшняя должность главы бюджетного комитета, ну, наверное, может только дать плюс развитию украинского футбола. Футбола, естественно, не может возглавлять Федерацию футбола человек, не имеющий авторитет, не имеющий определенные возможности для развития. Мы же прекрасно понимаем, что развитие зависит не только от деклараций и от желания того или иного футбольного функционера что-то делать. Оно должно быть чем-то подкреплено. Сегодня очень важна связь между органами власти и управления и региональными федерациями или тем или иным коллективным членом. Очень важна финансовая поддержка. Сегодня беда украинского футбола отсутствие полей и площадок, отсутствие качественных мячей. На чем сегодня детей нам учить играть в футбол? Если мы возьмем город Киев, то Киев находится на последнем месте по наличию полей и площадок. Это поразительно. Евро-2012 мы провели, построили великолепный стадион, аэропорт, какие-то дороги сделали, но не сделали для массового и аматорского футбола ничего. Ни одного футбольного поля. Целый ряд полей уже перепрофилируется в Киеве под бизнес-проекты. Естественно, для нас это важно. Почему Киев возмутился позицией Конькова по программе «Хэт-Трик»? Деньги выделены у ЕФА, 5,5 миллионов евро для строительства полей и площадок, а он вдруг решил самолично построить в Ишгороде возле своего дома Манеж. Вы меня извините, Манеж, который он предложил построить за 4,8 миллиона евро, это 100 миллионов гривен. Вообще, люди, я думаю, представляют, что за 100 миллионов гривен можно дворец построить. Ну, я не хочу развивать эту тему и так далее. Главное, что это остановлено, этого не будет. И я не сомневаюсь, что Повелка реализует программу строительства полей и площадок в регионах в первую очередь, чтобы каждая региональная федерация имела в своем управлении полнометражное футбольное поле с искусственным полотном. Кроме того, я считаю, что будучи председателем бюджетного комитета, те депутаты, которые находятся на территории той или иной региональной федерации, захотят помочь футболу. Ведь они имеют средства, которые им выделяет государство для их депутатской деятельности. Но футбол сегодня выполняет огромную социальную программу. Сегодня мы забираем детей с улицы, отвлекаем их от криминала, от алкоголя, от каких-то других негативных явлений. То, что это функция государства. Значит, если государство не выполняет определенную свою функцию, а ее выполняет региональная федерация, ей нужно помогать в этом. И я не сомневаюсь, что это будет сделано. Хорошо. Вы говорили о том, что все-таки господин Повелка собирается определенное свое внимание не уделяйте, конечно же, сборным Украины. Вот в один момент, когда господин Коньков решил строить этот манеж, эту идею поддержали, собственно, главные тренеры, хотя их и не спрашивали, но поддержали. И национальные сборные, и молодежные сборные, и даже там юношеские, и дальше все пошли. Собственно, будет достроен этот манеж, или будет ли какой-то иной проект, для того, чтобы сейчас наша сборная базировалась не в отеле, где когда-то там жила сборная Швеция, в казине, а имела свою площадку. Вы очень правильно сказали, что никто и не спрашивал. Да, никто и не спрашивал. Безусловно, сборной стране нужна база. Безусловно, никто это не оспаривает. Но, вместе с тем, я думаю, никто не скажет, что сборники страны обижены полями, площадками, условиями, в которых они живут. И если сборная собирается на небольшой период в Киеве, я думаю, что проживание в отеле вполне логично. Сегодня в Киеве есть база Динамо. Гораздо дешевле заплатить аренду, за использование этой базы. И это время провести в тех условиях, в которых должно быть. Но, если мы опять же саккумулируем средства и направим в строительство какого-то центра, во-первых, гарантия, что мы его достроим, нет, это огромное капиталовложение. Регионы будут ждать еще дольше. Сегодня мы наблюдаем отток мальчишек. Ведь мы же понимаем, сегодня есть компьютеры, есть сегодня другие виды искусства, спорта и так далее, куда мальчишки тоже идут наши. И вместе с тем, родитель, приводя ребенка в ту или иную секцию, в первую очередь, что его интересует? В каких условиях он будет находиться? Но если это булыжник, если это неподготовленная площадка, эти порванные сетки, так называемые, травмоопасные покрытия, эти с плесенью раздевалки, в которых только холодная вода или отсутствует вода, но, наверное, родитель не захочет ребенка оставлять здесь. Он будет все делать для того, чтобы найти другие условия. Я абсолютно откровенно на всю Украину могу сказать, что сегодня футбол в большинстве случаев держится на плечах родителей. Они главные инвесторы в региональный футбол. Они содержат детские команды, они покупают форму, они проплачивают аренду полей и так далее. Хорошо, какой вы видите выход из этой ситуации? Это должно быть какое-то... Государственная программа, но только не декларативная, а с конкретными цифрами. Конкретные региональные власти и управления должны иметь конкретное задание по развитию футбола в регионе. Это построить площадку, отремонтировать тот или иной стадион, экипировать, выделить деньги на мячи. И опять же, тренер. Это главная фигура сегодня в футболе, тренер. Приравнять его к педагогам, дать определенные льготы государственные. А у нас, извините, тренера в большинстве случаев ходят как бомжи. Ни спортивный костюм, ни кроссовки. Но это реалии. Ведь зарплата полторы-две тысячи гривен, которые они получают в школах. Все прекрасно понимают, этого недостаточно. Они вынуждены искать вторую работу. И вместе с тем, это аматорский футбол. Это в профессиональном футболе. Один отвечает за еду, другой за мячи, третий за экипировку, четвертый за подготовку поля. А у нас тренер начинает свой день, чтобы найти средства, договориться с кем-то, чтобы выделили место для тренировки и так далее и тому подобное. То есть он многостаночник. Поэтому роль тренера очень важна. И мы должны об этом подумать на государственном уровне. Иначе все не имеет смысла. То есть мы спихнули 25 мальчишек одному человеку, который через день их собирает, полтора-два часа с ними проводим. И вместе с тем мы ничего не хотим делать. Больше. Нас это устраивает. Так не может быть. Сегодня роль Дю США нужно поднимать. Ведь я вам скажу, процент Дю США, то есть государственных детско-дюшерских спортивных школ в киевском футболе это одна десятая. Сегодня много команд детских содержат родителей, какие-то альтруисты, спонсоры. То есть фактически государственная роль принижена. Дю США сокращается. Мы говорим об экономике. Мы говорим о том, что у нас война. Понятно, есть объективные условия, но вместе с тем есть депутатский корпус. И народные депутаты, и городские депутаты, которые должны понимать, что в социальную сферу, а футбол таковой является, нужно вкладывать деньги. Хорошо. Как же так случилось, что вот сейчас вы сами сказали о том, что в городе Киеве наименьшее количество площадок, детско-юношеских школ, чем в регионах. Как-то случилось, хотя, да, пускай федерация футбола города Киева, общественная организация, но тем не менее, какие шаги вы делали для того, чтобы хотя бы остановить вот эти вот, когда площадки отдаются под какие-то бизнес-проекты или тому подобное. Вы знаете, самое парадоксальное, что с каждым годом в городе Киеве полей и площадок становится меньше, а количество команд, участвующих в городских соревнованиях, все больше и больше. То есть, мы нашли форму, при которой это качественная организация соревнований, раз, качественный арбитраж, ведь мы же понимаем, что на ранней стадии у ребенка можно отбить желание играть в футбол, если арбитры, извините, судят не так, как нужно. Это на разных уровнях поддержка тех клубов, которые сегодня работают в Киеве. Поверьте, мы ни от кого не отворачиваемся. Мы помогаем всем, мы вникаем в эти вопросы. У нас в штате Федерации порядка 20 человек. И вот у нас три лиги, 470 команд участвуют в 11 возрастных категориях. И у нас на каждой лиге есть свой куратор, который знает все, что делается в каждом клубе, где они тренируются, расписание и так далее, и тому подобное. То есть за счет организации соревнований мы стараемся привлекать детей в футбол. Кроме того, мы заметили тенденцию, что как только мы обращались в мэрию с письмом на том или ином участке земли построить поле, вот сегодня там свалка, мусорник, мы пишем письмо, что разрешите нам убрать эту свалку и поставить там площадку и так далее. Мы заметили, что через две недели нам приходил ответ, она уже занята. Уже в кадастр внесен номер задним числом. То есть мы поняли, что мы для бизнеса стали мониторить участки земли, которые еще свободны. Мы пошли тогда другим путем, где-то мы, может быть, не совсем правильно, но мы сами расчищали и делали народный стадион. То есть мы убирали там строительные плиты, мы могли убрать ненужный кустарник абсолютно хаотический, но мы стали делать эти площадки, ставить ворота и дети стали играть. То есть каким-то образом заходить на это. Ну и самое главное, конечно, это районные отделы образования, потому что сегодня так называемые участки земли или какие-то стадионы есть только при школах, к сожалению. То есть это наша повседневная работа, которой мы работаем, ну и возможно, что те возможности, и я не хочу там преувеличивать свою роль определенную, но вместе с тем я нахожу общий язык с теми иными руководителями, нас слышат, и нам удается удерживать городской футбол на достаточно высоком уровне. Откуда средствованы вот эти все ваши инициативы? Вы с нами ищите спонсоров или как? Вы знаете, вот так получилось, что это мои друзья, с которыми я много лет знаком, это те альтруисты футбола, с которыми я играл раньше, которые сегодня работают в бизнесе, занимают определенные посты, которые просто безвозмездно помогают городскому футболу. Действительно, что, ну, я не знаю, были бы у нас в офисе, у нас 300 квадратных метров, у нас, я уверен, что самый красивый офис из всех спортивных федераций, которые находятся в городе Киеве, у меня нет сомнений, и неоднократно руководство города проводило на нашей базе разного рода совещания. То есть туда не стыдно пригласить, и есть вся информация, и видно, что у нас действительно идет работа. Ищем средства, трудно, ищем. Минимально помогает мэрия, минимально, но помогает. Помогают определенные депутаты, но это в основном на личных отношениях, безусловно. Как таковых специальных вливаний кого-либо нет. Безусловно, это разного рода, я же говорю, личные отношения, которые сегодня работают. А вас спрашивают о перспективах развития футбола в Киеве. Знаете, главная перспектива – поля площадки. Будут поля площадки, будет еще больше команд, будет еще больше клубов, и будет еще больше разного рода соревнований. Мы и так проводим порядка 50 различного рода футбольных мероприятий в городе Киеве ежегодно. У нас достаточно очень много турниров, кубков, и памяти, и имени футболистов, и так далее. И все это на виду. У нас наградная атрибутика – это не так купленная в магазине общего плана. У нас медаль, кубок, персонально, который сделан Федерацией футбола. То есть это видно, что это городская федерация футбола. Не вклеена в там ставка и так далее. Ведь для ребенка очень важно получить награду. Это стимул для него. И не просто там получить медальку 2 см в диаметре, а это должна быть медаль. Он должен ей гордиться. У нас в обязательном порядке на футболке должна быть эмблема клуба. Иначе команда не допускается к соревнованиям, если нет эмблемы. Он должен дорожить эмблемой клуба. То есть должны быть определенные, скажем так, точки, о которых ребенок должен видеть, он должен их ценить. Иначе все не имеет смысла. Воспитательный момент самое главное. У нас запрещено, например, контрольный дисциплинарный комитет федерации наказывает тренеров за мат, за оскорбление ребенка или унижение личности. Это в обязательном. мы не допускаем, у нас это внесено в кодекс наш. Поэтому мы очень жестко контролируем, чтобы воспитательный момент имел место. Есть тренер, есть игрок. Вы говорите о детском футболе. Тем не менее, это же очевидно, что, допустим, у нас в украинской премьер-лиге три команды из Донецка и в то же время только одна из Киева. И при этом у нас исчезли команды до этого ЦСКА. Вот сейчас возрождается Арсенал. Вы принимаете участие именно в возрождении этих профессиональных команд? И вот какая ваша лепта, наверное, в том, что сейчас ЦСКА начинает играть в нашу тренер Я очень хорошо знаком с президентом Арсенала, который фактически возрождает футбольный клуб Арсенал. В подденке Кирешкова? Конечно, да. И мы с ним провели очень много разговоров и так далее. И я рад, что он услышал и поверил в то, что этот клуб можно возродить. Это вы ему предложили на такой шаг? Это было наше взаимное с ним решение. Мы начинали с другого клуба. Я предложил ему взять другой детский футбольный клуб Киев. Название удачное и так далее. И, конечно, завести его в профессиональный футбол было, наверное, разумно. Но в это время появилась ситуация с Арсеналом. И у нас возникло совместное решение объединить два клуба Арсенал Киев. И взять возможность этих двух клубов ну раз уже Арсенал раскручен и так далее. Естественно, оставить название Арсенал и вернуть его в профессиональный футбол. И мы оказываем всяческую для этого помощь. И это важно, что федерация здесь не была в стороне и так далее. То, что касается футбольного клуба ЦСКА, ну, наверное, мы не можем убрать историю. та нация, которая не имеет памяти, не имеет будущего. И когда появились те люди, которые готовы были реанимировать ЦСКА, название и так далее, естественно, мы их поддержали, хотя название ЦСКА в городском футболе было постоянно. И детская команда играла, играли детские команды с этим названием, независимо от того, что клуба такого не было. То есть это были инициатива тренеров, родителей, и мы позволяли играть, чтобы этот бренд не умирал. Сегодня он будет возрождаться, мы будем только поддерживать. Для нас это очень важно. И я вам скажу, что мы неоднократно с прошлым руководством премьер-лиги, не премьер-лиги, профессиональной футбольной лиги, говорили о том, что нужно изменять структуру работы или систему розыгрыша второй лиги республиканского футбола. Она умирает. Сегодня нет, если в регионе средств, а большинство таких команд держали за счет региональных средств, то эта команда не выживет. И так оно и получилось. Многие команды заканчивали свое. Поэтому нужно привлекать команды регионального футбола. Может быть, нам не нужно сегодня гнаться за статусом профессиональной. Может, мы найдем другую форму, но количество команд будет больше, конкуренция будет больше, интерес будет больше и привлекать. Ведь в городе Киеве сегодня больше 40 команд разыгрывают первенство города в трех лигах. И уровень высшей лиги достаточно высокий. Я вам скажу, что, как правило, содержат эти команды бизнесмены. Они практически все платные. И игроков очень много играет достаточно высокого класса, которые вполне конкурентны с командами второй лиги. почему бы не найти ту форму, при которой эти бы команды участвовали тоже. То есть, вы все эти идеи будете предлагать господину Павелко, если же... Безусловно. Безусловно. Если меня не слышали при том руководстве, я уверен, меня услышат при этом. Я еще раз говорю, что мы говорим разумные вещи, и мы не стремимся за должностями туда или за какими-то дивидендами. Абсолютно нет. Но вместе с тем, вы знаете, вот хочется просто справедливо и нормально. Вот обыкновенную элементарную нормальность внести в отношения в футболе. Ведь мы же понимаем прекрасно, что сегодня футбол и криминализирован. И есть очень много негативных моментов, о которых знает каждый болельщик лучше нас. Он это видит с экрана, он это видит по телевизору, он видит те решения, которые принимаются даже тем же КДК и так далее. Так не может быть. Поэтому, если мы все будем выполнять четко нормы регламента, которые нельзя передергивать в середине чемпионата, все должны играть по единым правилам. Не может сегодня один какой-то клуб диктовать условия всем. Или вдруг решить, что мне выгодно так, давайте сделаем так. Не может. Правила единые для всех. Независимо, это Динамо Киев, Шахтер или Днепр или Металлист. Мы уважаем все клубы, это наши родные украинские клубы. Мы должны обратить внимание на легионеров. Наверное, пора сокращать их количество. Пора уже дать возможность украинским футболистам себя больше проявить на профессиональном уровне. в нашей ситуации в стране он уже и так сокращается лимитом. то есть сама ситуация к этому привела. Но вместе с тем я не сомневаюсь, что нужно провести совместную встречу с руководителями клубов и найти эту золотую середину, при которой все-таки то решение исполкома, которое было принято еще при Суркисе, каждый год уменьшать легионеров до, например, до пяти. Оно, наверное, должно опять начать работать. Скажем так, я могу бесконечно говорить о профессиональном футболе в том числе. Хорошо, давайте обсудим еще кандидатов все-таки семи. Владислав Ващук, наверное, самый такой. я очень хорошо знаком с Владом. Позитивный, положительный человек, любит футбол, великолепный футболист, проводит ряд турниров в конце года, каждый год и так далее. И я очень уважительно отношусь к его позиции, к его желанию. Но вы не ведите его менеджером? Вы знаете, нужно, наверное, еще поучиться. Я бы на месте Влада создал бы для начала там, например, небольшой футбольный клуб в городе Киеве. Поработал бы менеджером, в этом клубе, в котором он мог быть и президент, и менеджер. Показал бы его развитие. То есть, Владу нужно еще, наверное, немножко подучиться. Хотя, я же говорю, что абсолютно нормальный, позитивный человек, который может работать и так далее. Но, может быть, еще рано он заявил о своих амбициях. Возможно, рано. Но это моя личная точка зрения. Я бы на его месте поработал бы пока в команде и подучился. Что касается господина Лубкиевского, господина Маркиян, он же все-таки очень хороший менеджер, проведший Евро-2012. Маркиян Лубкиевский, руководитель бюро Евро и так далее. И это его абсолютно право. И это может быть даже хорошо, что два таких кандидата, как Павелко, Лубкиевский, ну, кстати, и Харченко. И Харченко. И Харченко выдвинулись. Харченко великолепный менеджер, ничего не могу сказать. И тем будет, наверное, интересней их борьба за голоса делегатов. И, наверное, впервые выборы пройдут на такой альтернативной основе, когда победят убеждения, победят программы. И, наверное, эти выборы будут одними и самыми демократичными. Потому что сегодня, я уверен, будет исключено какие-либо угрозы, там, посулы или админресурс делегатов. Мы знаем, как проходили прошлые выборы, один кандидат, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому это абсолютно положительный аспект в футболе. У меня есть свое видение, у меня есть своя позиция, я буду выражать на конгрессе позицию Киевской Федерации Футбола, и мы уже определились, кого мы поддерживаем. Но вместе с тем я уважаю каждого из кандидатов, с ними имею абсолютно нормальные отношения, и, в общем-то, всегда перед ними честен. И сегодня вот я говорю, что моя позиция такая-то, я себя вижу в команде Павелко, но это не значит, что мы будем каким-то образом вредить другим кандидатам, нет, абсолютно нет. Я считаю так, побеждает большинство, вот, но мы должны уважать мнение меньшинства, и вместе засучить рукава, подставить друг другу плечи, и двигать украинский футбол. Ведь главное сегодня украинский футбол. Вы говорили, что до этого, да, вот, господин Коньков его все очень связывали, называли Донецким, называли Прошахтерским, сейчас, естественно, представитель Днепропетровской федерации футбола, как-то вот непроизвольно его связывают с господином Коломойским, хотя Андрей Павелко это отрицает всячески. Вот я сейчас опровергну вам это, вы знаете, место жительства не определяет еще те или иные отношения, насколько они близки или не близки. Да, Павелко из Днепропетровска, но вместе с тем мы понимаем, что футбольный клуб Волынь, да, в чем находится определенном ведении, да, господина Коломойского, да, и вместе с тем Волынь, Квартианы, будучи президентом федерации футбола Волыни, выдвигает клуб Киевского. Поэтому тут нельзя об этом говорить. Я считаю, что в данном случае это добровольное право каждого коллективного члена и той футбольной общественности, которая находится в том или ином регионе. Они решили выдвинуть этого. Значит, мы говорим о том, что не влияет админресурс. Независимо от того, знакомый, незнакомый, люди голосовать должны по совести и по уму. Так и здесь. Вот видите, я вам показал, что казалось бы, если бы Коломойский, предположим, двигал Повелка, ну, наверное, это нонсенс был бы, что Волынская делегация или, например, кто-то другой двигает, того же Лубкиевского, выдвигает схидзахид Ивано-Франковск, тоже, можно сказать, Ревудский, близок к Суркису или кому-то. Вы понимаете, а Киев выдвигает Повелка. Поэтому это абсолютно нормальная ситуация, которая еще раз говорит о том, что админресурс не работает. Сегодня другая ситуация. Это очень важно. Изменилась политическая ситуация в стране, демократические нормы начали распространяться и на футбол. И это, я считаю, что очень хорошо. Вы говорите, сейчас изменилась ситуация в стране. Как вы относитесь к тем разговорам, что якобы вы стали президентом Федерации футбола города Киева, поскольку очень хорошо и плодотворно работали с нынешним, да, с Суркисом. Давайте будем называть своими именами. Я вам скажу так, что это могут говорить люди, которые абсолютно не знают киевский футбол, которые абсолютно не знают, как проходили выборы и так далее. Вот для тех, кто не знает. Я тоже уважаю их мнение, потому что если человек не знает, но стремится что-то узнать, он задает этот вопрос, неважно в какой он форме. Это все зависит от воспитания человека, в какой он форме задает эти вопросы. Некоторые хотят оскорбить, да, но вот те, которые хотят, например, меня оскорбить в тех или иных вопросах, я их приглашаю 26 февраля в 12 часов, металлиста в 12, на конференцию. Я им предоставлю право трибуны сказать о том, что им не нравится в Кочетове и так далее и тому подобное. Так вот, я вернусь назад. В 1999 году я работаю в Федерации футбола города Киева. Начинал работать на должности председателя комитета по проведению соревнований. Через 4 года я стал вице-президентом с кураторством комитета по проведению соревнований. Это самый тяжелый комитет, который проводит все соревнования. В 2006 году, вопреки желания Федерации футбола Украины над тайным голосованием. Только в Киеве тайное голосование единственной на Федерации среди всех регионов или коллективных членов, которые в футболе есть. В Киеве исключительно тайное голосование. Даже если один кандидат, он обязан набрать 50 плюс 1 голос на тайном голосовании. Я выиграл выборы с подавляющим перевесом у тогдашнего президента Гуриненко. который являлся членом исполкома Федерации футбола Украины. И в 2006 году я стал президентом Федерации футбола города Киева. Через 4 года на тайном голосовании у меня было 100% голосов. И когда вы говорите вот там был вопрос очень интересный Суркис ушел, а вы остались, да? Да, есть такое. Как же так? Вот когда Суркис ушел, я пригласил в зал исполкома любого желающего, который хочет снять Кочетова, убедить людей это сделать, но ни один не приехал. Ни один чиновник не смог что-либо сказать о той или иной работе Кочетова. А никакой админресурс не работает при тайном голосовании. То есть человека можно запугать, дать деньги, но он пришел, бюллетт не поставил свой крестик, да, или птичку, и все. Те, кто имеет какие-то там виды, проверить не могут. И этим я защитил людей. Тайное голосование. Я абсолютно не боюсь. И вот сейчас, когда пошло слово люстрация и так далее, у меня по плану конференция должна было быть в декабре. Но я был инициатором того, чтобы ее провести до 6 марта. И вот мы инициировали досрочную конференцию в Киеве. И ее проведем 26 февраля. Вот я и приглашаю всех доброжелателей или те, которые хотят высказать какие-то слова на эту конференцию. Абсолютно нормально, открыто, и поучаствовать, и посмотреть, как будет проходить тайное голосование и так далее. Абсолютно все демократично. То есть, нет у вас никаких опасений? Никаких опасений у меня нет. Наоборот, я бы хотел, чтобы был умный оппонент, с которым мы могли бы поговорить и так далее. Но у нас очень демократично. Вы знаете, вот когда исполком собирается, а у нас ни много, ни мало, 37 человек. Члены исполкома. Это практически представители всех крупных школ, клубов и так далее, директора. И я сразу сказал, уважаемые коллеги, здесь не может быть единого одобрямца. Очень важны все мнения. Но я прошу одно. Есть большинство, есть меньшинство. проголосовало, это решение принимается, ни в какую позу никто становиться не должен. Мы уважаем все мнения, засучиваем рукава, берем плуг и продолжаем дальше работать. Есть у нас несколько вопросов к вам, как к экс-главе комитета этики и честной игры. И в первую очередь говорят о том, как вы считаете высказывания некоторых членов Федерации футбола Украины, как, допустим, Красильникова, Бойцына, Гайдыши и тому подобное, которые говорили о статусе крымских клубов, насколько вы помните, даже уже после решения FIFA и UEFA. И вот считают, насколько это нарушение с точки зрения комитета честной игры и этики и, собственно, статута Федерации футбола Украины. И стоит ли их наказывать за вот это? Вы знаете, вопрос непростой. Комитет этики честной игры вот в тот состав, который сегодня есть в Федерации, им нужно просто встать и всем уйти. Мы о нем не слышали, не видели их, да, и, как говорится, мы только слышали одну фразу, мы начали разбирательство, мы начали расследование, но ничего доведено до конца не было, я уверен, что это люди далекие от тех принципов, которые должен пропагандировать данный комитет и как он должен работать. То, что касается крымских клубов и так далее, естественно, мы не можем игнорировать ту ситуацию, которая сложилась. Но, вместе с тем, сегодня любой здравомыслящий, патриот страны понимает, Крым, территория Украины. И все институции, которые там работают, они сегодня де-факто находятся под оккупацией. То же самое касается и футбола. То, что руководители Красильников, и кто бы там ни был, заявляли вот эти свои и так далее. Но мы же понимаем, что это чисто был пиар в той власти, которая там сегодня имеет свое превосходство, скажем так. Они конъюнктурщики и так далее и тому подобное. Поэтому обращать внимание на отвлечение на негодный объект, скажем так. Красильников сегодня не член исполкома. Красильников вышел из гражданства Украины. О чем мы можем говорить? Вообще эта фамилия должна быть стерта, скажем так, из лексикона украинского футбола. Она была, ее нет. Там он развивает, он зарегистрировал себе новый клуб и так далее. Мы прекрасно все понимаем. Но вместе с тем мы не оставляем вне поля зрения украинский футбол. Сегодня инспектора, арбитры, живущие в Крыму, обслуживают наши матчи. Мы на каждый турнир, который проводится в Киеве или в каком-либо регионе, приглашаем команды из Крыма. Второй вопрос. Приезжают они или не приезжают? Но мы приглашаем. Сегодня, вы знаете, тот же Григорий Михайлович Суркис провел огромную работу с УЕФА, то решение, которое мы знаем, исключительно проукраинское, патриотическое и так далее и тому подобное. Но сегодня, как бы там ни было, Киев продолжает оказывать помощь функционерам из Крыма. Да, может быть, мы не можем сегодня на всю страну сказать, что мы помогаем такой-то команде, такому-то тренеру и так далее в силу сложившихся обстоятельств. Но то, что связь не порвана, то, что у нас есть общение, опять же, я не буду говорить, каким образом это происходит, это действительно имеет место. И, насколько я знаю, в программе Повелка есть в обязательном порядке представитель президента Федерации Футбола в Крыму. И я не сомневаюсь, что этот человек будет членом исполкома и так далее. Крым будет в нашем внимании и все возможное мы будем делать для того, чтобы развернуть психологию тех, кто сегодня запрещает в Крыму общение фактически наших осередков с Украинской Федерацией. Я думаю, нам удастся это изменить. И крымские команды в профессиональном футболе будет сложнее, но в детском дети должны играть. Нельзя детей лишить футбола. Это как запретить пить воду, да? Ну, нонсенс и так далее. Это агония пророссийская, она все равно спадет. Люди все равно разберутся через определенное время. Поэтому я не сомневаюсь в том, что мы будем продолжать общаться с Крымом. Крымские команды будут участвовать в наших турнирах. Может быть, пока в каких-то официальных нашем чемпионате Украины, там в играх Дюфл, возможно, не будут. Но то, что внимание Федерации футбола Украины всегда, крымский футбол будет занимать большое место, я не сомневаюсь. А сейчас, вот в данный момент, или перед выборами, как-то коллективные члены Федерации футбола из Крыма участвуют? Вы знаете, самое интересное, что официально нет. А неофициально? А неофициально участвуют. Каким таким образом? Тем образом, что будут из Крыма на конференции функционеры, возможно, они не будут иметь право, скажем так, голосования, но они будут иметь право голоса, то есть, их будут слышать, с ними, с их мнением будут считаться. И, естественно, в этих непростых условиях мы ищем формы взаимодействия. Это достаточно сложная работа, которую все равно мы будем проводить. Крым был, есть и будет украинский, в том числе футбольный. Мы все, конечно, разделяем эту точку зрения, но, тем не менее, есть такие, ходят, по крайней мере, такие слухи, что некоторые команды российские из низших лиг будут проводить свою предсезонную подготовку в Крыму, это нарушает каким-то образом? Вы знаете, так как наши команды в Италии, в Испании и так далее, естественно, они имеют право. Вопрос говорится о том, что проводить соревнования официальные под эгидой Российского футбольного союза в Крыму запрещено. Туристы могут ездить. Так вот, команда, которая поехала в Крым, готовится, те же туристы. Поэтому я не вижу здесь какой-то большой беды и так далее и тому подобное. Ну и потом давайте будем объективны, что сегодня практически от мнения одного человека зависит судьба миллионов, правда? Поэтому нельзя же обвинить футболистов, что их руководство клуба везет на подготовку в Крым. Они же и раньше ездили, правда? Когда не было по этой проблемы. Поэтому сборы это такое дело. Другой вопрос это проведение соревнований и возможность развития футбола. Конечно, если запрещен герб Украины и так далее, это все не есть хорошо. Палка имеет два конца и когда-то второй вернется назад. Да уж, вам часто задают, вас часто спрашивают о разбирательстве между медалистом и Карпатами. Вы знаете, пока еще ни один, который мне задавал этот вопрос, не был не удовлетворен моим ответом. И вот, исходя из тех вопросов, которые последовали, да, конечно, я ознакомился, я прекрасно понимаю боль харьковских, в первую очередь, болельщиков, что это произошло и так далее и тому подобное. Ну вот, я хочу сказать, что инициаторами этого расследования был не Кочетов, не Суркис, не Федерация футбола Украины, футбольный клуб Карпаты, УЕФА, куда обратились Карпаты, через Лозанский суд, что не проводится расследование, господин Данилов, который выступил на Европейской форуме ассоциаций премьер-лиг и заявил о том, что не проходит расследование и потом опять УЕФА, которая после этого заставила просто провести это расследование. Естественно, возглавляя комитет этики и честной игры, я не мог поступить иначе. И мне не нужно было указания Суркиса, мне не нужно было что-либо указания, чтобы начинать это расследование. Были вполне реальные, скажем так, свидетельства того, что здесь не все так чисто. И поверьте мне, если бы хоть малейшая фальсификация, как пытались наши оппоненты нас обвинить в чем-либо была в этом деле, ну как вы считаете, с приходом власти Януковича и Конькова, наверное, уже КДК, прокуратуры, да, Кочетова потемели так, что мало ему не показалось. Но, увы, не за что было прицепиться в этом деле. И Лозанна это абсолютно доказала. Понимаете, когда 13 адвокатов оппонентов, да, пытались Кочетову там что-либо вменить, там же не глупые люди сидят, поверьте мне, на все были даны определенные ответы и так далее. И там, где говорят вот о пленке, да, вот та, которая на футбольном ходе, поверьте мне, это был единственный момент, при котором мы могли ее легализовать, так как она поступила к нам гораздо позже. Вот и все. Поэтому, если мне удалось справиться с этой ролью, то я рад, что эта пленка заинтересовала наших оппонентов, они попросили ее приобщить в это дело, после чего очень об этом пожалели. Вот все, что я могу ответить. Поэтому, знаете, вот есть определенная тактика расследования, определенные схемы, естественно, это было наше право, и мы его очень грамотно реализовали. А то, что там имел право записывать, не имели право записывать, вы знаете, вот я любому, кто, пожалуйста, приходите вот в какое-то дело, да, и поговорите с футболистом. Сегодня он одно говорит, завтра другое, послезавтра третье, и так далее. Вы знаете, или работать, или не работать. А когда говорят, там, законно или незаконно, что-либо сделано, так вот я скажу, лично я незаконно ничего не делал. Если мне помогли азербайджанские коллеги, да, какой-то материал добыть, я им благодарен, потому что с этим материалом знакомятся все члены комитета, да, и этот материал впоследствии очень исследовался в Лозаннском суде и был очень существенным для принятия решения, потому что та пленка показывала максимально то, что Лощенков врет. И если вы заметили, та пленка, которая появилась в футбольном коде, ни разу в интернете не вышла в полном объеме. Все это заметили? Да, не было. Правда? А почему? Потому что невыгодно была оппонентам. Невыгодно. Поэтому они построили всю свою защиту на обгаживании Кочетова и комитета. Но, увы, это не сработало. Да, мы выдержали этот пресс и так далее. И еще раз хочу сказать, ни единой фальсификации в этом деле не было. Ну, это же вы же читали все с заключения Локзанского суда и так далее. Поэтому я искренне уважаю всех болельщиков. Я разделяю их определенную боль за то, что произошло. Но, если мы говорим, что нужно честно, и если этот комитет создан институциями FIFA, UEFA, естественно, FIFA, он обязан работать. Если мы хотим сегодня сказать, что у нас нет договорных матчей, это все придумано, мы же понимаем, что мы будем не честны даже перед собой. Но если есть договоры, давайте с ними бороться. Давайте вместе с ними бороться. Я сожалею, что так произошло с металлистом. Я сожалею, что в такую ситуацию попали Карпаты и так далее. Но отменить решение Лозанского суда, если мы все говорим, это последняя инстанция. Тем более, вы помните, я на ранней стадии говорил, не надо идти в Лозанну. Наказание примите здесь, и оно будет гораздо мягче и так далее, и тому подобное. Но амбиции, играли амбиции. Вместе с тем, маем, вот еще маем. Это плохо. Понимаете, все-таки здравый смысл должен побеждать. И поверьте мне, если бы не было договорняка, то если нет договорняка, почему должны всплывать какие-то там моменты, придуманные и так далее. Зачем? Для чего? Вы уже не будучи главой комитета этики и честной игры и наблюдая за действиями ваших нынешних коллег, которые сегодня работают там, вы замечали какие-то вот, ну, возможно, непонятные вещи, или которые вы видели, да, допустим, как... Вы знаете, я вам скажу откровенно, неоднократно, неоднократно, и я думаю, это замечали и болельщики, и так далее. Я приведу маленький пример. Ну, давайте. Маленький пример. Играют две команды первой лиги. Счет 3-0 после первого тайма в пользу одной из команд. У второй команды вообще нет шансов, ну, они практически не переходят в центр поля. В одни ворота идет команда, но вторая во втором тайме уже выигрывает 3-0, ну, просто наигрывает свои схемы, да, уже нет такой агрессии и так далее. И вот по всему миру, на всех футбольных гандикапах, синдикатах, да, вдруг резко полетели ставки, что будет забит четвертый гол в матче. 70-й минуте, после 70-й минуты. На 72-й минуте в команде, которая выходит, которая выигрывает 3-0, выходит запасной игрок, легионер. и за 5 минут до конца сам себе забивает гол. В ситуации, где, ну, любой человек, который мало-мальски разбирается в футболе, скажет, что этот гол забить нужно только настолько специально хотеть его забить в свои ворота, что по-другому не может быть. Наглядный пример, да? Ну, естественно, что я уже комментировал тот комитет этики, честно говоря, который есть в Федерации футбола, ну, это случайные люди, которые не заинтересованы в том, чтобы, скажем так, оздоравливать футбол. Они не отреагировали на это, хотя УЕФА указала на этот матч, сказала провести расследование. То есть, абсолютно ясный момент и так далее. И, поверьте мне, таких моментов есть много, просто так ничего не случается. И сегодня УЕФА мониторит огромное количество матчей и получает информацию со всех практически тотализаторов крупных и так далее. И они видят, как ставки и так далее. А когда не надо там большого иметь юридического искусства, чтобы что-то увидеть, достаточно посмотреть момент и можно ответить. И опять же, как устроены футбольные институции, если нас, вот, три человека выбрали Конгрессом, чтобы мы, значит, нам разбирались там с договорными матчами, значит, нам доверила футбольная громада. И если мы приняли решение такое, троем, ведь оно основывается у каждого из нас субъективное мнение, которое в сумме дает то объективное или решение нашего комитета, группы, неважно, да, мы подняли руки и мы выносим на суд. Почему? После того, как мы выносим на суд это решение, вдруг нам говорят, да нет, вы не правы, мы вам не верим, вы там то-то, то-то, да, а для чего вы нас тогда выбирали? Тогда давайте возьмем суды, прокуратуру и пусть они разбираются. Нам говорят, давайте, но надо тогда футбольное законодательство, нужно вводить термин спортивное мошенничество. Когда он будет в уголовном кодексе, тогда и будут заниматься правоохранительные органы, безусловно, но в футболе должна быть структура, которая должна стоять на страже этого. Да, это очень трудно доказываемые вещи, безусловно, поэтому и существует термин комфортной уверенности, это термин не Кочетова, это термин УЕФА, и термин комфортная уверенность в дело металлист Карпаты внес адвокат металлиста Ключковский, Ключковский, он заставил нас правильно оперировать терминами, поэтому доказательная база немножко другая в футболе, это точно так же, как человек идет в грубый подкат, ломает ногу и дальше разбирается, как его наказать, КДК, да, он говорит, я неумышленно, а кто-то говорит, умышленно, но мы же не влезем ему в голову, для этого существует состав того или иного комитета, который, руководствуясь доверием футбольной общественной, которая их избрала туда, своим профессиональным уровнем дает свое мнение, совокупность этих мнений определяет решение, и мы должны с этим согласиться, иначе завтра по каждому поводу будут суды, прокуратуры и так далее, им есть что заниматься, а футбольные институции, если, я понимаю, доверяют, доверяют, нет, не избирайте, переизберите, в конце концов, назначьте других, нет вопросов, но я понимаю, что сегодня в футболе никто никому не доверяет, сегодня нет ни одного человека, который скажет, да, вот этому человеку мы доверим, к сожалению, это не есть хорошо, и вот я знаю, что позиция повелка сплотить людей, объединить людей, неважно, пусть это разные оппоненты и так далее, но вместе работать, мы все одинаково любим украинский футбол, поэтому нужно провести черту, этот несчастный случай, который свалился на Украину с этим матчем, к сожалению, имеет место, и к сожалению, я хотел бы, чтобы те, кто задает эти вопросы, были объективны, хотя бы почитали немножко историю, она есть сегодня в интернете, как это начиналось дело, и кто был его инициаторами, очень хорошо прочитали, а потом уже выносить обвинения, но если касается меня, я офицер, и вот там, когда спрашивают, почему я не в АТО, так вот я хочу задать вопрос этому человеку, а был ли он там, а я был, там проводили матч в Северодонецке, сборная ветеранов Киева играла в Северодонецке, во время, когда были там активные боевые действия, поэтому не нужно задавать те вопросы, на которые сам тот человек не может ответить, если ты сам вот чего-то стоишь, чего-то достиг, стань оппонентом, но стань грамотным оппонентом, не просто, вот я спрятался за ником и оскорбил человека, да, ну, понятна позиция, да, кишка тонка и так далее, но если она не тонка, приди к нам в федерацию, на конференцию, позвони, выскажи мне лично, возможно, мы с тобой поговорим на эту тему, у тебя будет другое мнение, или ты изменишь мнение мое, но только будь конструктивен, не надо, за ником все смелые, да. Ну, говорите, болельщики смелые, и говорят, задают такие вопросы, тем не менее, Мирон Богданович, Маркевич, до сих пор вспоминает, что якобы, вот, кочет, давил, 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 вы с ним, как встречаетесь, руки жмясь хотя бы? Безусловно, у меня, я очень уважаю этого человека, и, но когда он говорит, что, когда-то я напишу книгу и расскажу, как было, я хочу его попросить, Мирон Богданович, пожалуйста, напишите, чьи деньги личные передавались Лощенкову? Один вопрос, все. Так чьи же личные деньги? Пусть напишет, вот и мне интересно, да. Ну что ж, ну, на самом деле, на основные вопросы вы ответили, наших болельщиков, мы хотим поблагодарить за то, что вы пришли, за то, что столь эмоционально, столь откровенно отвечали, возможно, у вас есть еще какое-то финальное слово, там еще раз. самое главное в этой жизни, не петляй и не предавай, если ты имеешь позицию, отстаивай ее, даже если она ошибочна, но слушай оппонента, возможно, он окажется сильней, возможно, он тебя переубедит, это очень важно, нельзя, крайне правый, крайне левый, я центрист по своей натуре, поэтому, я еще раз хочу поблагодарить всех болельщиков, абсолютно всех, которые откликнулись на эту конференцию, не важно, оскорбляли они там, или наоборот, ставили абсолютно конструктивные вопросы, видно, что людей это интересует, мы все одинаково любим футбол, и естественно, нам в обязательном порядке, особенно в тех тяжелых условиях, в которых находится страна, нужно объединиться, найти точки соприкосновения, нас всех объединяет футбол, поэтому, иногда нужно поступить со своими амбициями, своими желаниями, и ради дела, наверное, сделать то, чтобы наш футбол, пусть на чуть-чуть, но шел вверх, получал опять авторитет, и я не сомневаюсь, что после 6 марта тот авторитет, который имела Федерация футбола Украины, будет возрождаться, я думаю, что вот это слово возрождаться, это надежда, да, на весну, футбольная весна скоро наступит, отец. Спасибо. Спасибо.